привет друзья вы на канале айти муравейник и с вами александр артеменко на этом канале я рассказываю про common lisp и разные штуки вокруг него в одном из предыдущих видео я рассказывал про так называемый image based подход но позже собредите по common lisp я получил конструктивный комментарий про то что на самом деле то что я называю image based разработкой в предыдущем видео это не image based разработка а просто интерактивная разработка для которой common lisp очень хорошо подходит а на самом деле image based подход это немножко другая штука и вот сегодня я хочу сделать дополнение к тому видео и рассказать и показать что же такое на самом деле image based подход на самом деле image based подход предполагает что вы изменяя программу в какой-то момент сохраняете ее как бы делаете дамп на жесткий диск после чего можете восстановить этот дамп и продолжить работу с этим образом именно поэтому он и называется image based мы как бы делаем образ сохраняем его а потом использую а то что я показывал в предыдущем видео это просто подход когда мы изменяем образ постепенно добавляя в него новый функционал но при этом в том видео я не показывал как можно этот образ сохранить а потом восстановить для последующего использования сегодня я хочу показать как это сделать в sbcl и в lisp works давайте для начала начнем с sbcl предположим у нас есть sbcl когда мы его запускаем в нем нет никаких дополнительных библиотек но допустим я хочу работать с александрии и серапиум и хочу сделать так чтобы функции из этих библиотек всегда были доступны в пакете сель юзер примеру я могу загрузить сначала загрузим quick list теперь загрузим библиотеку александрия и серапиум вот они загружаются компилируются на все это нужно какое-то время теперь я хочу сделать так чтобы функции из этих библиотек можно было использовать без явного указания пакета сделаем для них use package use package use package серапиум попробуем создать дикт с помощью функции серапиума вот он дикт создался теперь я хочу сделать так чтобы дикты выводились в каком-то понятном человекочитаемом виде попробуем снова сделать дикт вот видите дикт вывелся в человекочитаемом виде и все эти манипуляции конечно можно было бы засунуть в нет файл который будет загружаться при каждом старте из бисель но сейчас вот у нас есть из бисель в котором уже загружены нужные модули и если мы сделаем все эти самые действия в нет файле то они каждый раз при старте из бисель будет выполняться заново это будет занимать какое-то время мы можем сделать лучше мы можем текущее состояние программы сдампить в файл есть такая функция save lisp and die ей нужно сказать имя файла в котором мы собираемся сдампить образ допустим назовем его playground смотрите функция что-то сделала и наш lisp образ завершил свою работу к сожалению с бисель так устроен что создание дампа приводит к тому что программа завершается есть также некоторые другие ограничения например эта функция создающая дамп не может сделать его если внутри процесса есть больше одного потока сначала их надо остановить а потом делать дамп давайте посмотрим что у нас получилось тут в директории есть файл playground который занимает 49 мегабайт это так называемый core то есть образ лиспа который из бисель для нас сдампил и этот образ включает в себя все загруженные библиотеки все данные которые мы с которыми мы работали и по идее также он должен включать все настройки которые мы сделали для common lisp давайте теперь попробуем его загрузить для того чтобы стартануть lisp загруженным образом нам нужно дать из бисель команду которая подскажет ему из какого файла загрузить core стартанем из бисель скажем его core playground вот он стартанул очень быстро стартанул по идее теперь у меня должен быть уже активен пакет александрия и серапиум в моем пакете cl-user давайте проверим и создадим дикт смотрите даже то расширение которое я включал то расширение серапиума которое выводит дикт в человека читаемом виде тут тоже активно то есть весь набор инструментов которые я предварительно загрузил в образ тоже сдампился на диск у нас получился на диске как бы снапшот той работы которую я проделал более того я могу например здесь создать переменную окружение какую-нибудь скажем да а еще тут активен quicklisp сразу то есть не надо его активировать мы можем сразу начать им пользоваться к примеру давайте загрузим дексадор и скачаем какую-нибудь страничку сохраним ее содержимое в переменное окружение я устанавливаю сейчас дексадор подождем пока он компилируется предположим что я проделал какую-то работу теперь загрузим с помощью дексадора содержимое файла пускай это будет мой сайтик например проверим сколько данных загрузилось ну вот у нас есть какие-то данные в памяти с которыми я работаю а теперь предположим мне нужно перезагрузить виртуалку но я не хочу терять результаты своей работы с этими данными поэтому я могу сделать снова save lisp and die и сказать например playground 2 создастся новое ядро которое включает в себя александрия серапиум дексадор а также ту страничку с данными которую я скачал если мы сейчас взглянем то тут уже будет два ядра и кстати заметьте второе ядро значительно больше потому что дексадор тянет за собой много зависимостей и они привели к увеличению памяти которую использует lisp давайте попробуем теперь загрузить избесель и убедимся что страничка которую я скачивал все так же лежит в переменной дата на этот раз я укажу playground 2 в качестве ядра посмотрим на данные и вот она моя страничка которую я скачивал ранее она сохранилась в образе вот это так называемый подход image based когда у нас есть образ мы можем его сохранять восстанавливать можем попробовать перенести этот образ на другой компьютер правда в случае с избесель на том другом компьютере должно быть совместимое должен быть lisp совместимой версии точно такой же иначе корни просто не загрузится получается такой подход позволяет нам сохранять состояние программы на диск а потом восстанавливать его например я могу предположить теоретически что можно если произошла ошибка в программе закрыть все треды сохранить ее состояние на диск для последующего анализа то есть можно сделать такой dump core где-нибудь в продакшене когда ваш сервер столкнулся с ошибкой сдампить полностью все состояние программы на диск а потом восстановить его для того чтобы исследовать что же происходило единственное конечно потоки придется все закрыть теперь давайте покажу как это работает в listworks там все еще намного более приятно и так вот у меня listworks с его терминала тут пока нет никаких библиотек давайте сейчас загрузим в него все так же серапиум и попробуем его активировать загружаем серапиум попробуем его активировать так он говорит что есть какие-то конфликты посмотрим заработал ли дикт да дикт заработал теперь давайте включим человеческое отображение словарей попробуем как оно заработало почему-то оно не заработало возможно потому что серапиум до этого жаловался на то что на listworks он не может добавить метод для describe object интересно жаль но тем не менее серапиум у нас активирован теперь смотрите здесь есть меню listworks saved sessions куда-то она улетела вот он диалог сохраненных сессий по сути это примерно такой же функционал который дает нам sbsl только здесь можно сказать что мы хотим сделать дамп прямо сейчас или запланировать его и сделать так чтобы listworks иде автоматически делала снапшоты текущего окружения по расписанию я нажму кнопку save now и это сделает нам снапшот иде и всего состояния памяти его даже можно как-нибудь назвать допустим тот же самый playground на время он закрывает оде делает снапшот и куда-то оде у меня лет улетела на другой монитор но не страшно сейчас я все это перетащу теперь смотрите у нас здесь два снапшота первый снапшот оригинальный релиз а второй снапшот playground который я сделал только что и он помечен звездочкой потому что теперь это снапшот по умолчанию зачем это нужно снапшот по умолчанию активируется когда вы только запускаете идеешку смотрите сейчас я идее закрою делаем выход и теперь я запускаю его заново и загрузился тот снапшот который я делал при этом даже состояние репла тоже сохраняется и естественно сохраняются все загруженные библиотеки например я могу все так же воспользоваться диктом дикт функция дикт тут доступно из серапиум теперь давайте покажу еще кое-что интересно также и то что в снапшоте сохраняются окна которые были открыты к примеру сейчас я найду код с примером игры от Элла это простенькая игра которая позволит продемонстрировать имидж бейзет подход и то как сохраняется UI в Лиспворксе возьмем игру от Элла это я закрою вот у нас код игры в отдельном буфере теперь я его загружу библиотека у нас загрузилась в ней есть функция play от Элла давайте вызовем ее из репла сам код я закрою вызову функцию и у нас запускается игра эта игра запущена в том же процессе в котором работает IDE я могу в нее немножечко поиграть изменив состояние таким образом теперь смотрите сделаем еще один новый снапшот я иду снова в Saved Sessions и сделаем снапшот назову его от Элла опять Лиспоркс у нас закрылся на время сейчас он сделает снапшот так почему-то Лиспоркс отказывается запускаться заново запущу его сам и вот он запустился открыв все старые окна и даже состояние игры восстановилось это состояние игры восстановилось из нашего снапшота от Элла отсюда из этого же диалога мы можем запускать и предыдущие снапшоты сейчас от Элла дефолтный мы можем загрузить состояние ИДЕ без него полагаю, что таким образом можно переключаться между разными проектами и кстати, что интересно при явном запуске той или иной сессии открывается новый экземпляр ИДЕ сейчас у меня вот это ИДЕ слева это ИДЕ, к которому относится игра это отдельный процесс а справа есть еще одна версия еще один экземпляр ИДЕ Лиспоркс в котором игры от Элла нету например, мы здесь не сможем сказать play от Элла, потому что эта функция еще не была загружена на тот момент, когда я сделал снапшот вот вот но зато здесь уже доступна библиотека Серапиум таким образом, кстати, можно делать сохранение игры когда вы проигрываете вы можете взять и откатиться на предыдущий снапшот но только если игра запущена в рамках ИДЕ вообще это довольно прикольный подход что можно сохранить свою работу по словам завсегдата Реддита такой подход был крайне полезен раньше, когда компьютеры были медленные и могли загружать программу и компилировать ее минуты а то и часы поэтому вместо компиляции люди дампили результаты работы программы на диск а потом быстренько их восстанавливали что это и это работало в десятки раз быстрее чем компиляция с нуля сейчас же такой подход скорее интересен с той точки зрения что можно вернуться в прошлое и восстановить результаты своей работы на какой-то момент времени это тоже может быть весьма полезно кроме того в некоторых реализациях Common Lisp за счет вот этой возможности сдампить Core работает создание и запускаемых файлов тоже я немного затрагивал тему сборки бинарников в ролике про розово вот она здесь в уголочке ссылка на этот ролик ну а на этом у меня все очень хорошо что мы разобрались с терминами и поняли что употреблять термин Image Based Development по отношению к Common Lisp немножко неправильно скорее он хорошо подходит для интерактивной разработки а образы это некая особенность отдельных реализаций Common Lisp и вы можете использовать их а можете и не использовать но интерактивный подход освоить стоит обязательно смотрите ссылку на предыдущий ролик где я про это рассказывал и показывайте его всем своим друзьям которые Lisp пока не пробовали с вами был Александр Артеменко и канал IT-муравейник пока всем Лиспа ваши сердца